2016-й для Сочи насыщенный. На курорте с начала года проходит множество общественно-политических и спортивных мероприятий. Наряду с предоставлением площадок и качественным приемом город продолжает подготовку к Кубку Конфедерации 2017 года и Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Поэтому обеспечение правопорядка и безопасности граждан – первостепенная задача органов власти, правоохранительного блока и контролирующих ведомств. Для достижения этих целей необходимо применение олимпийского опыта, привлечение казачества и добровольных народных дружин, а также повышение эффективности применяемой повседневной работы по безопасности. При таких реализации активнее стали решаться миграционные вопросы. Проведено комиссионное обследование порядка 250 объектов, подлежащих первоочередной антитеррористической защищенности. Проделана значительная работа, однако гарантировать стопроцентную безопасность гражданам Сочи мы, к сожалению, пока еще не можем. Оставится еще ряд острых вопросов, решение которых в условиях дефицита времени требует неординарных шагов. Неординарных мер требует не только вопрос безопасности курорта и края в целом, но и борьба с незаконным строительством. Прокурор Край отметил, что проблема незаконного строительства остается одной из самых острых в Сочи и в целом в Краснодарском крае. Нарушения происходят в связи с недостаточным контролем на территориях муниципальных образований и государственным строительным надзором. Снос самобольных построек должен производиться как в судебном, так и в административном порядке. Обсудили на заседании вопросы соблюдения законности при долевом участии граждан в строительстве многоквартирных домов. Правоохранительные органы сориентированы на обязательное использование возможностей привлечения недобросовестных застройщиков к административной и уголовной ответственности. По итогам совещания приняты дополнительные меры для эффективной борьбы с самовольным строительством, а также пути устранения его последствий и восстановления нарушенных прав граждан.